Девушки отдыхают И Джон Логлин В фильме «Штурмовик» В фильме также снимались Сэйдж Геллиган Рик Хилл Кул Муди Кори Фельдман Оператор Джей Ибэш Композитор Дэри Плумери Автор сценария Ти Эл Лэнгфорд Режиссер Джим Винорски Корпорация «Теннис» Прорыв в системе безопасности Двое сбежали Найдите их Кригель говорит, что двое сбежали Что они там делают? Кригель, ты нашел их? Да, но им удалось уйти Что? Они оказали сопротивление Найдите их Слушаюсь, сэр Мы в ловушке Еще нет Сюда Не с места Вставай Беги Без тебя я не уйду Беги Я вернусь за тобой Я найду тебя Вот незадача Вы двое оставайтесь здесь Остальные за мной Мы держим все под контролем Ну? Одного поймали А другого Пойдемте 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 Рокки! 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 Ко мне, малыш! Ко мне! Хорошо! Как дела? Стоять! Стоять! Ты меня не поцелуешь? Видишь, как это просто? Конечно! Конечно! Ты что, плакала? Я чувствую себя такой одинокой! Грейс, не начинай все сначала! Рокки, стоять! Что я тебе говорил насчет этой собаки? Она меня защищает! Вот как! Когда-нибудь я усыплю его! Не надо! Это единственное, что у меня осталось! Грейс, посмотри на себя! У тебя есть хоть капля самоуважения? Я хочу вернуться в Лос-Анджелес! Какого черта? Зачем тебе это? Забыла, что там произошло? Я помню! Я все помню! А ты? Да, помню! Грейс, ступай домой! Я голоден! Командная база! Ваш ход! Джа-1, дайте мне генерала! Минутку! Генерал Гарднер! Генерал Беккотт на связи! Ну, как дела? Мы поймали одного из них, но другой сбежал! Сбежал? Так точно, сэр! Сбежал! Вы хоть понимаете, что это значит? Если что-нибудь произойдет и будет утечка информации, скандал с Уотергейтом покажется детской забавой! Вас разопнут! Я знаю! Мы обыскали все вокруг! Его нет! Не возвращайтесь без него! Боже мой, какое разочарование! Извините, сэр! Работа будет сделана, я думаю! И, Беккотт, займитесь, наконец, делом! А последствия? Какие угодно! Ты понимаешь, что это значит? Так точно, сэр! Ну что, Грейс? Да так! Ты что, не знаешь, как я есть хочу? У меня столько работы! Я заступаю в смену вместо Сильвермана! Скажи мне... Скажи мне... Ты что, не могла ужин приготовить? Что? Еще не готова! Неужели непонятно, сколько раз повторять? Я просто... Что ты? Черт возьми, я пошел как проклятый! И ради чего? Ради тебя! Неужели непонятно? По крайней мере, ты должна удовлетворять мои потребности! Разве не так? Так! И смотри у меня... Гресс, запомни это раз и навсегда! Давай, быстро мне ужин! Да, кстати, постой! Мне плевать, что ты там думаешь, что ты там переживаешь... Поняла или нет? Поняла? Скажи да! Да! Хорошо! Ладно, Грейс, посмотри на меня! Я не собираюсь возвращаться в Лос-Анджелес, не хочу! Мы здесь выжили благодаря мне! Одна ты не выживешь! Давай! Ступай! Сука! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это за шум? Это не шум, это музыка! Черт возьми! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно тебе? Вот что мне нужно! Слишком ты умный стал! Кригель говорит, что это преследование! Черт возьми! Посмотри, что там слева! А шуточки свои! Прибереги для себя! Кригель, это Глиссер! Мы, кажется, нашли вашего человека! Уничтожьте его! Сделайте все возможное! Понял! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пахнет вкусно! Что ты там готовишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яичницу и мясо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, почему бы и нет! Ты готовишь это на завтрак и на ужин, верно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только не забывай, какой бифштекс я люблю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня там рогатка завалялась, дать тебе ее? Я же прицелился, не понимаю, в чем дело. Быстрее! Черт, он что, наемный полицейский? Ты даже не умеешь стрелять, и не обращаешь внимания на шины. Кригель, это Глисон. Машина поломалась. Что делать? Мы в секторе шесть. Последний раз я посылаю двух баб на работу. Все, хватит. Уничтожьте его немедленно. Слушай, сэр. Макклири. Макклири. Да, что надо. Он направляется к тебе. Вот как? Когда? Сейчас. Ладно, я его уничтожу. Вот увидишь. Ну, а условия, те, которые мы с тобой обсуждали. Надеюсь, ты выполнишь их. Чего ты боишься? Просто гроза надвигается. Ты прав. Гроза. Папочка тебя сейчас поймает. Сейчас я попользуюсь твоей задницей. Сейчас, сейчас. Папочка тебя сейчас поймает. Сумасшедший. У меня кое-что для тебя есть. Попрощайся с жизнью, герой. Сумасшедший. Попрощайся с жизнью, герой. Попрощайся с жизнью, герой. Попрощайся с жизнью, герой. Только этого нам не хватало. Дождь. Пора уже его догнать. Пойдем найдем его голову. Вкусно, дорогая. Почему ты не ешь? Я не хочу. Знаешь что? Тебе нужно о себе позаботиться. Нельзя быть все время в таком напряжении. Кетчуп подай. Ну ладно, Грейс. Я пошел. Еще нет десяти. Я знаю. Мне нужно перед сменой кое-что сделать. Еще бы. Конечно. Что ты хочешь этим сказать? Думаешь, я не знаю, куда ты идешь? Эти твои проклятые смены. О чем ты? Я знаю о чем. Неужели ты думаешь, что я не знаю, что ты делаешь? Все, я света по горло. Я хочу развода. Ты что, с ума сошла? Я работаю, не жалея себя, чтобы содержать тебя. Черт возьми. Я не дура и не сумасшедшая. О чем ты говоришь? Большой человек с пушкой. Большой полицейский. Плевать, я хотела на твою большую пушку. Послушай, Грейс, я иду на работу, понимаешь? Какая работа? Да мне плевать, кого ты трахаешь. Потому что, когда ты меня трахаешь, меня тошнит. Вот как? Тебя тошнит? Черт бы тебя поврал. Ублюдок. Ты не можешь мне сделать больно, потому что я уже мертва. Вся моя жизнь была в моем сыне. Заткнись. Не смей говорить о Кенни. Нет. Не заткнусь. Ведь не я вела машину, а ты... Если бы ты не взял Кенни с собой, он был бы сейчас жив. Его сейчас нет. Неужели ты не поднимаешь? Это ты виноват. Ты... Прекрати. Я убью тебя. Это не моя вина. Вини кого угодно. Господа Бога, только не меня. Проклятая погода. Ты меня обвиняешь в смерти Кенни. Я сам себя виню каждое утро. Мы переехали сюда, Грейс, чтобы никто не мог тебя обидеть. И никто не обидит тебя, пока ты будешь делать то, что я тебе говорю. И да поможет нам Бог. Что это? Молния. Засранец. Рэндал. 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 Боже мой. Рэндал. Рэндал, пожалуйста. Вставай. Белар. Рэндал. Пило, что... Рэндал. Рэндал. М allowử. Рэндал. КОНЕЦ Черт! Подожди, малыш, сейчас. КОНЕЦ Ещё немного. Сейчас. Вот так. Раз, два, три. Хорошо. КОНЕЦ Не получается. Сейчас. Рэндалл. Помоги мне. КОНЕЦ Сколько крови? КОНЕЦ 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 9-1-1-1. КОНЕЦ 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 9-1-1. 10-1-1. 10-1. М bullshり КОНЕЦ 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 Боже. Рокки, что ты натворил? Ну же, иди сюда. Рокки! 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 Боже мой, прекрати! Прекрати. Спокойно. Иди сюда. Спокойно. Я сказала, спокойно. Давай. Стоять. Не с места. Не двигайся или буду стрелять. Черт. Живой. Ты меня слышишь? Ты пришел не в то место и не в то время. Что это? Боже мой. Что это я? Спокойно. Я ведь тире, а я его. Так, успокойся. Успокойся. Подумай хорошенько. Я хочу, чтобы до восхода все было чисто. Пора позвонить Дентону. Вы же это не серьезно? Кригель, вы проиграли. Счет идет на минуты. Нужно связаться с Дентоном и его людьми. Дентон варвар. Дентон профессионал. Вы знаете, что может произойти здесь в окрестностях? Пошлите ваших людей. Вы можете послать целый взвод. Да вы из ума выжили. Выбор невелик. Пойдет Дентон. Или вы. Дентон. Хорошо. Ты плохо выглядишь, дружище. Очень плохо. Но все можно легко уладить. Почему это простая ответственность? Только скажи мне, где чип, и я отпущу тебя. Нет у меня ничего. Нет уж, скажи мне. Я выбью из тебя всю правду. Я знаю, что эта микросхема у тебя. Отдай ее. Отдай, вот и все. Я солдат и выполняю приказы. И ты отдашь мне микросхему. Я буду, если я должен. Ты не солдат, Дентон. Ты грязный наемник. Я не предам своих людей. Капитан Косинский. Предупреждаю вас. Мне это не нравится. Но здесь лейтенант Майклс. А он мастер по развязыванию языков. Он работает медленно и без всяких правил. И пока вы мне не скажете то, что мне нужно, вы будете в его распоряжении. Пошел к черту. Голову назад. Кажется, я нашел кое-что. Черт возьми. Вы когда-нибудь видели такое со времен окончания Холодной войны? Лучше бы ты меня послушал. Ну что ж, именно этого я и хотел. Мне нужно, чтобы он успокоился. Да. Дентон, это Кригель. У меня кое-кто сбежал. Ты сможешь поймать его? Если оплата будет соответствующей. Мне нужно поймать его немедленно. Это стоит дорого. А какие подробности? Когда ты сможешь явиться ко мне? Сейчас решу небольшую проблему. Сколочу команду и буду у тебя через час. Побыстрее. Кригель, я слышу панику в твоем голосе. Он готов. Я не хотел его убивать. Мне жаль. Потом это обсудим. А сейчас нужно срочно вызвать собаку. Рокки! Успокойся! Нужно отдать в чистку. Боже, Рэндалл. Ну и видок у тебя. Да и у меня тоже. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Рэндалл, ты выглядишь расстроенным. А ведь я это сделала ради тебя. Проблема в том, что же мне теперь с тобой делать. Очень мило. Мы не принимали вместе душ уже несколько лет. Помогите. Не знаю, в какую беду ты попал. Но мне неприятности не нужны. Пожалуйста. Помогите мне. Не двигайся. Ты что, напился? Нет. Я ранен. Давай посмотрим. Вставай. Только попытайся что-нибудь сделать, и я тебя убью. Я принесла кое-какую одежду. По-моему, тебе подойдет. Сейчас посмотрим на твое ранение. Больно не будет. Потерпи. Ты в порядке? Похоже, ты всю жизнь качался. Я дотронусь до лица. Хорошо. Казалось хуже, чем на самом деле. Под этой грязью ты выглядишь совсем неплохо. Ну вот и все. Я сейчас. Скоро вернусь. Не двигайся. Ты не поверишь, Рэндалл. Я встретила мужика. Не думаю, что это произошло слишком быстро. Я достаточно скорбела по тебе. Поверь мне, это так. Ну что, кажется, ты попал в переделку? Не читай мне нотации, Дентон. Делай свою работу. Не беспокойся. Я-то сделаю свою работу. Он уже убил дюжину человек. Мои люди похлеще твоих. Они справятся с заданием. Ты что делаешь? Я же сказала не двигаться. Извини. Я пытался вспомнить. Что вспомнить? Все. Дай мне передышку. Как тебя зовут? Не знаю. Ну ты даешь. Даже имени своего не знаешь. Как тебя зовут? Меня, например, зовут Грейс. А тебя как? Не знаю. Наверное, у тебя на рубашке написано твое имя. Старк. Это ты? Кажется, да. Ты пришел сюда вооруженный до зубов. Ты чем занимаешься? Я не знаю. Ну еще бы. Значит, ты мне все равно не скажешь. Может быть, у тебя амнезия, а может быть... Слушай, мне не до шуток. Я правда не знаю. Я знаю, что ты не знаешь. Я уже все поняла. Ты разозлилась? Ты смеешься надо мной? Я даже не знаю, кто ты. Честно говоря, мне плевать, кто ты такой. Ты ворвался в мой дом посреди ночи. Но ты выбрал не то время. Что ты хочешь этим сказать? Ладно, не важно. Ты что, босым сюда пришел? Ботинок нет. Тебе нужны ботинки? Да. Стой на месте. Ты понял, что я сказала? Да. Люди Кригеля продолжают поиски. Это очень ответственное задание. Местные власти не должны ничего знать. У меня есть разрешение действовать по коду номер 7. У вас какие-то проблемы, солдат? Сэр, разрешите сказать? Давай. Разрешите сказать откровенно? Ну, давай. Я понял. Сэр, я не могу участвовать в этой операции и убивать невинных граждан. Капрал Ротт, ваше мнение я принял к сведению. Надеюсь, вы поймете и меня. Это мое задание. Так что вы будете выполнять все, что я скажу. Иначе это плохо закончится для вас. Вам понятно, Капрал? Надеюсь, мы сможем работать вместе, сэр. У кого еще вопросы? Проблемы? Хорошо. Идем. Хорошо. Подошли. У тебя размер моего мужа. А где твой муж? Где-то рядом. А это что такое? Отдай. Почему ты рассердилась? Это мой сын. Он погиб. Понял? Извини, я не хотел причинить тебе боль. Так же говорил человек, который убил Кенни. Говорил, что это произошло случайно. Ему было только 8 лет. Только 8. Того, кто убил твоего сына, наказали? Он выйдет из тюрьмы через 5 лет. Вот и свершилась справедливость. Справедливость? Господь отнял у меня самое дорогое, что у меня было. Ты справишься с этим. И как же это интересно? Ты можешь мне сказать? Послушай. Извини. Я в таком состоянии. Но я не знаю. Я не могу тебе помогать. Ты не понимаешь. Я ничего не хочу понимать. Уходи отсюда. Будем считать, что мы не встречались. Твоя жизнь в опасности. Я хочу защитить тебя. Все хорошо. Все замечательно. Ты не сможешь помочь мне. Что такое? А что? В ригни голову. В ригни голову. Что это было? Грейс, слушай меня внимательно. Они здесь. Бери пистолет и ползи за кресло. Давай, делай то, что я говорю. Я оставила пистолет у окна. Хорошо. Все поняла? Иди. Давай. Хорошо. Давай. Грейс. Ты цела? Все в порядке? По крайней мере, пока что все кончено. А что это было? Я не знаю, но кажется, еще не все. Я думаю, что еще будет больше. Рокки! Рокки! Кажется, один из твоих людей вычислил цель, но не закончил свою работу. Да, почему-то вдруг замолчала его рация. Радио умерла. Ну что ж, начинаем искать. Наша цель поблизости. Как только обнаружите ее, не размышляйте долго. Вы должны сразу сообщить мне. Поторопитесь. Что ж, сейчас мы его поймаем. Ты уверен? Он где-то рядом. Но мои люди настоящие профессионалы. А зачем же тогда ты вызвал меня? Не для того, чтобы спорить с тобой. Но просто последствия могут быть другие. В смысле? Я же взял с собой этих волков. Они способны на все. Вопросы все потом. Майклс! Да, сэр. Мне нужно поговорить с тобой. Мы можем уничтожить цель. И получим за это неплохие деньги. А если мы возьмем его живым, то мы получим гораздо больше. Ты выполнишь мой приказ? Конечно. Так вот, Майклс, послушай. Если ты будешь убивать всех подряд, мы не выполним это задание. Я должен знать, сможешь ли ты подчиниться приказу. Да, сэр. Я солдат. Я обязан подчиняться приказам. А что ты сделал с Косинским? Извините. Это произошло случайно. Я не ожидал, что он такой слабый. Вот как. Я должен быть уверен, что ты будешь подчиняться приказам. Да или нет? Да. Хорошо. Так лучше. А теперь иди. Грейс, нам пора уходить. И куда мы пойдем? Мы разделимся. Они гонятся за мной, а могут убить тебя. Почему? Кто эти люди? Почему они убьют меня? Потому что ты видела меня. Видела тебя? Какого черта? Что это значит? Боже мой. У тебя память какая-то выборочная. Грейс, я вижу то, что происходит вокруг, какими-то вспышками. Знаю, что я был их пленником, но не знаю, почему. Да кто они и почему они за тобой гонятся? Неужели ты этого не знаешь? Ты останешься здесь? Тебе лучше уйти. Нет. Нет. Ну хорошо, пойдем. Да, это копия. Сэр? Да, Митчелл. Урода проблемы, может, позаботиться о нем? Не знаю, вряд ли в этом есть необходимость. Он сам о себе позаботится. Я тебя никогда не подводила. Нет, не подводила. У тебя есть те качества, которые я обожаю в солдате. Верность, опытность и жажда крови. Вот как. Жажда крови. Сражаться, так сражаться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не двигайся. Что? Смотри, они положили сюда гранату. О, Боже. 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 Как ты занимался раньше? Электричества нет. Телефон не работает. Обычная процедура. Нужно добраться до коммуникации и транспорта. Плохая рана. Ты выдержишь? Выдержу. Разве не больно? Больно. У тебя был хороший тренер. А ты еще что? Я... Ну все, хватит с меня. Кто ты? Это произошло со мной на базе, в госпитале. В госпитале? Да. Они со мной сделали это в госпитале. Как все странно. Грейс. 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 Отпусти меня. Они убьют тебя. А мне плевать. Мне не плевать. Мэн. Боже. Боже. Ладно. Генерал Гарднер слушает. Я послал на дело Дентона и его команду. Все решится через час. Но что делать с проектом? Я думаю, нужно немедленно внести коррективы в политику. Что ты предлагаешь? Я чувствую, что операция выходит из-под контроля. Но мы вложили 6 миллиардов долларов в эту операцию, генерал. Мы не можем позволить себе прекратить ее. Мы должны держать все под контролем. Да, но ситуация вышла из-под контроля. Что же вы предлагаете? Ну, может быть, какой-нибудь промышленный взрыв. Все взорвется. И оборудование, и люди. Но это же безумие. Вы понимаете? Солдаты ждут инструкции. Вы понимаете? Да. У него крыша поехала. Необходимо остановить его. Сколько тебе понадобится времени, чтобы добраться до завода? Я возьму F-14 и к рассвету буду там. Генерал Бэккетт, патриот. Величайший герой нашей страны. Я хочу, чтобы ты оказал ему надлежащее уважение. Я сделаю это в перчатках. Очень хорошо. Колдер. Самое отвратительное в этом агентстве, на которое ты работаешь... Что? То, что ты вынужден делать грязную работу. Но ведь кто-то должен ее делать, сэр. Да. Кто-то должен. Иди. Омега базе. Омега базе. Это копия. Кто там? Двадцатка. Это двадцатка. Вижу цель. Цель пока неуловима. Действуйте. Он может убежать. Всем занять свои позиции. Понял. Ты слышал? Мы слышали. Ну, чего ждете? Давайте поражайте свою цель. Это нужно сделать немедленно. Кригель, думаешь, у тебя получится? Я постараюсь. Это такой механизм. Но ты же истекал кровью. Это какая-то смазка или что-то в этом роде. Я могу шевелить рукой, но я ничего не чувствую. Что же нам делать? Мне нужно уйти отсюда. Я цель. Я не хочу, чтобы они убили тебя. Ты должна выжить. Вот как. Я буду по лесу шляться. Я не согласна. Ну и что? Что ты намерена делать? Я вызову власти. И что ты им скажешь? Эти люди не из полиции. Они живут и действуют по собственным правилам. Ты должен убежать. Да. Это они упрятали меня в больницу. Это они со мной такое сотворили. Но я человек. Нет, черт возьми. Люди чувствуют боль. Я тоже чувствую. Со мной был еще один человек. Мой друг. Женщина. Да. Нам нужно уходить. Она окончательно сломалась. Разбилась, как яйцо. Это плохо. Да, ничего хорошего. Продолжайте работать. Поздно. Поздно. Они здесь. Где? Почему они не нападают? На этот раз им нужна помощь. Черт возьми, я так устала. Мне так страшно. Мне страшно. Страшно. Прекратить огонь. Варгас. Да, сэр. Используйте XR-5. Но это же опасно. Выполняйте. Слушаюсь, сэр. Не двигайся. Ладно. Надень противогаз. А как же ты? Я о себе позабочусь. Давай, иди в спальню и будь там. Рот. Что там у тебя? Ничего, сэр? Никакого движения. Я думаю, нам повезло. Повезло. Митчелл, как там у тебя? Ничего, сэр. Никакого движения. Мы должны взорвать дом. Забудь об этом. Они хотят взять его живым. А где же люди? Скоро подойдут. Занимайте ваши позиции. Исполняйте приказы. Старк. Старк. Да. Ты цела? Да. Что теперь? Пусть подойдут поближе. Они думают, что мы погибли. Я тоже начинаю в это верить. Мы еще живы. Как ты думаешь, сколько их? Четверо, может быть, пятеро. Почему они не идут? Когда решат, что все в порядке, подойдут. Значит, мы мертвы. Ты что, хочешь сдаться? Нет. Я буду бороться. Правильно. Скоро взойдет солнце. И тогда здесь появятся местные жители. Ну-ка, давайте, ребята, быстро к дому. Варгас, ты готов? Так точно, сэр? Отлично, ребята. На счет три. Раз. Два. Три. 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 Пять. Три. Субтитры сделал DimaTorzok Сука! Ты ранила меня! И что ты сделаешь? Не получится. Попробуем? Я была замужем за полицейским. Я была замужем за полицейским. Старк! Не с места! Бросай пушку. Цель нейтрализована. Все чисто. Кригель, можешь приезжать. Я буду через пять минут. С кем еще у него были контакты? Здесь никого не было? Кто-нибудь покидал это место с тех пор, как он прибыл сюда? Нет. Кто вы? Здесь я задаю вопросы. Где мальчик? Что? Мальчик, который на фотографии. Он погиб. Извини. Извини. Спокойно, спокойно. Мне нужно задать миллион вопросов, прежде чем я проломлю тебе башку. Кто ты такой? Меня зовут Дентон. Меня не интересует твое имя. Чем ты занимаешься? Меня наняли, чтобы я залатал брешь в системе безопасности. Вот как. Рассказывай. Это часть эксперимента. Какого эксперимента? Эта корпорация изготавливает киборгов полицейских. Роботов. Ты думаешь, я совсем дура? Ты не заметил, как он ходил, говорил? О чем ты? Из него был сделан идеальный полицейский. Во одном лице судья и палач. Но корпорация зашла слишком далеко. Она заставила его принимать участие в операциях. Он убийца, а не полицейский? Ему переставили микросхемы в голове. У него поехала крыша, понимаешь? Он был хорошим полицейским. А превратился в киборга. Я знаю полицейских. Они действуют в рамках закона. Да, но он был другим полицейским, понимаешь? И во время испытания он сбежал. У него есть механизм самовосстановления. О чем ты говоришь? Что за чушь? Не важно. Сегодня не мой день. Ты мне должен, Дентон. Да, пора рассчитаться. Если бы не ты, я, наверное, был бы сейчас мертв. Это не твоя вина. Где наш человек? Там в ванной. Я рассказал не трогать его. Он мертв, как ручка от двери. Ты ошибаешься. Он машина. Должно быть, он отключился. Следи за ней. А вы следуйте за мной. Значит, Дентон убрал двоих. Да. Мы поймали его. Он отрубился. Что мне делать? Разорвать контракт и очистить территорию. Никаких свидетелей, никаких пленников. Что, сэр? Ни пленников, ни свидетелей. Кригель, она приходит в себя. Что мне с ней делать? Убей ее. Убить обоих. Вот так. Я слышал, о чем они там договаривались. Ну, что мне с тобой делать? Убить. Еще рано. Убей ее. Ты арестован, имеешь право. Не сопротивляйся. Возможно, убийство. Проверить. Отпечатки не значатся в нашей картотеке. Рэндалл Толсон Допросить супругу. Кригель, девушка у меня. Давай, выходи немедленно, если хочешь жить. Оставайся здесь. Скоро все кончится. Кригель! Послушай, не раздражай меня. Субтитры сделал DimaTorzok Боже мой, ты жив. Я так рада. Все в порядке? Грэйс Толсон Отпечатки совпадают с отпечатками на месте убийства. Что такое? Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Что? Вы арестованы. Вы имеете право на адвоката. Отпусти руку. Суд признал вас виновной в убийстве. Мне больно. Пусти меня. Приговор суда смертная казнь. Привести приговор в исполнение немедленно. Нет. Приговор в исполнение немедленно. Не против escaped. Грэйс Тол극. Суд... Грэйс Толщин. Грэйс Толully. Грэйс Толуг. Грэйс Толgh. Грэйс Тол uplift. Грэйс Толгу. Грэйс Толahn. Грэйс Толг. КОНЕЦ Нет! 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 Помогите! Помогите! За тобой придут, Грейс. Ты должна защищаться. КОНЕЦ Положите трубку, Генерал! Какого чёрта? Кто вы? Меня зовут Рой Колдер. Меня прислали сюда, чтобы я покончил с вами. Покончили со мной? Какая наглость. На вашем столе лежит конверт. Вы что, серьезно? Боюсь, что да. Таковы правила. Пожалуйста, поторопитесь. У меня много дел. Я позвоню генералу Гарднеру. Я хочу знать, кто дал распоряжение. Генерал Гарднер сейчас не отвечает на телефонные звонки. Он считает, что ситуация вышла из-под контроля. Ублюдки. Вы не имеете права так со мной поступать. Это мой проект. Это плод моего воображения. Вот именно поэтому вы должны подать в отставку. Не добавляйте бесчестия ко всем вашим неприятностям, генерал. А как же мои дети? Что они подумают? Что будет сказано обо мне в истории? История скажет, что вы умерли героем. Гарднер. Генерал Беккет чистил свой пистолет. И тот случайно выстрелил. Хорошо. История скажет, что вы умерли героем. Помоги мне. Он агент era. Кад ракет. Д車 и генерал Беккет. КОНЕЦ За тобой придут, Грейс Ты должна сражаться против них Сражаться 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 Сражаться